Раскрыты подробности сделки между Ираном и США. В январе этого года Вашингтон передал Ирану 400 миллионов долларов, пишет Wall Street Journal. Произошло это лишь после того, как самолет с несколькими гражданами США вылетел из Тегерана в Женеву. По данным издания, это был тщательно спланированный обмен, цель которого освободить граждан США, находившихся в заключении в Иране. При этом в Белом доме утверждают, что деньги не были выкупом. Цитата. Отмечается, что выплату осуществили наличными, потому что в отношении Ирана в тот момент еще действовали санкции. Перелет американцев из иранской столицы в Женеву организовала авиакомпания Iran Air, рассказывает газета. Вашингтон не отрицает сам факт передачи денег, однако объясняет, что эти средства пошли на урегулирование спорных ситуаций в отношениях между странами. Одна из них произошла еще до Исламской революции 1979 года, когда иранский шах Мухаммед Риза Пехлеви заключил в США сделку стоимостью более полутора миллиарда долларов на покупку большой партии оружия. 400 миллионов долларов стали первым взносом, однако после революции монарх сбежал, и стороны не смогли выполнить обязательства, отмечает издание. Египетская государственная телерадиокорпорация отстранила от работы 8 женщин-телеведущих, имеющих лишний вес. Как сообщает телеканал BBC, вещатель посчитал их вид ненадлежащим для работы в кадре. Женщинам предоставили месяц на то, чтобы похудеть. В случае достижения положительных результатов, они смогут снова вернуться в эфир. Во время отстранения им будет выплачиваться зарплата. Телеведущая Хадиджа Хаттаб, рассказавшая изданию о требовании телекомпании «Сесть на диету», заявила, что судить об облике журналистов должен не работодатель, а зрители. Отстранение сотрудниц вызвало общественный резонанс, передает BBC. Экспертное сообщество и соцсети спорят о том, оправданы ли подобные меры. Увидевшие рациональное зерно в решении египетского телеканала предлагают распространить требования на все телеканалы. Другие осуждают руководство компании и советуют ему сосредоточиться на качестве контента, а не на внешнем виде ведущих. Цитата. С резкой критикой действий канала выступил и Центр по правам женщин. Там заявили, что подобные меры нарушают Конституцию и являются одной из форм насилия в отношении женского пола, говорится в материале. Несмотря на острую полемику, руководство телекомпании не намерено пересматривать свое решение, говорят источники BBC. Отмечается, что глава телерадиокорпорации Сафа Ахигази ранее сама работала телеведущей на государственном канале. В Китае специальная инспекторская группа разоблачила более 600 аферистов, выдававших себя за монахов на священной горе Утай. О том, как проходила операция по разоблачению, рассказывает ресурс China.org. Мошенники орудовали в провинции Шаньси на севере Китая. Именно там расположено одно из главных буддийских святилищ страны. Ежегодно сюда приезжают миллионы паломников и туристов. Место славится также большим числом монахов-самозванцев, которые промышляют предсказанием судьбы, выпрашивают подаяния и проводят уличные представления. Цитата. «Мы пытались бороться с ними разными способами, но инспекторская команда, состоящая из монахов, оказалась самым эффективным методом», рассказал директор бюро по делам религии горы Утай. По его словам, группа по борьбе с мошенниками была создана в марте. Во время патрулирования они носят специальные отличительные значки. Руководитель команды инспекторов пояснил, что местных монахов они знают в лицо, а незнакомых просят показать документы и пояснить цель своего приезда на священную гору. «Если они не могут предъявить буддийский сертификат, мы забираем их одежду и сообщаем о самозванце в полицию», — сказал мужчина. За время работы инспекторы выявили также около сотни человек, нарушающих религиозные правила и кодекс поведения священнослужителей. Умерла легендарная тигрица Мачли, сообщает издание «Таймс оф Индия». Самая известная в мире тигрица, ставшая героиней множества документальных фильмов, скончалась в Индии в возрасте 19 лет. За пять дней до этого Мачли стала отказываться от еды. Ветеринары установили за ней наблюдение и пытались накормить, но все безрезультатно. Тигрица жила в лесу рядом с парком Рантамбор. За свою жизнь она стала героиней множества документальных фильмов, самой известной из которых — Мачли «Королева тигров», вышедшей в Великобританию в 2012 году. Цитата. «Впервые я увидел ее в 1998 году, когда она бродила в районе Чхалры со своей матерью, владычицей озера. В переводе с хинди Мачли означает «рыбка». Своё имя она получила, потому что любила бродить возле местных водоемов», — рассказал Раджпал Синг, представитель Организации по защите дикой природы. Также тигрица, по утверждениям Times of India, была, вероятно, самым фотографируемым тигром в мире и символом своего биологического вида. Вклад Мачли в экономику парка оценивался в 10 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, Мачли стала основательницей тигриной династии Рантамбора. Около 60% местной популяции этого вида и ее потомки, добавляет в завершение автор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова